Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам немножко о моем мотопризе. Все же помнят, что маленький BMW G310R достался мне в результате напряженной борьбы в BMW Victorino на выставке MotoZima 2016 года. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, будет дареной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце концов, кони всякие нужны, кони разные важны. Вот мой дареныш. Вот для чего же он был задуман великим баварским богом? Вот такой. 313 кубиков, 37 лошадей, 158 килограмм вес. Ну, понятно же дело. Это же тот самый первый мотоцикл. Вот сидит себе, молодой человек или молодая барышня, не сильно конской комплекции, и думает, ой, как хочется нам в мотоциклисты. Но все же их такие мотики тяжелые, брутальные, мощные. С чего начать-то? А тут вот, мелкий. На заднее не встанет, не шлифанет, не подпрыгнет. А если даже решить заваливаться начать на бочок, то даже структильная барышня легко вернет его в вертикальное положение. И тут ведь все сделано как раз под них. Под ночи наши. Минимум кнопочек, чтобы не растерялись. Простенькая приборка с минимумом информации, чтобы глаза не разбегались. И, конечно, у нашего дареныша уже есть АБС. АБС вообще штука-то полезная. Но только вот вопрос. Если начинающий будет с самого нуля уметь ездить только с АБС, трекшном и прочими всякими держалками электронными, то что он будет делать, когда его мотик внезапно именно в этом месте и сломается по дороге? Наверное, это все сделано для того, чтобы мотоэвакуатор имел работу. Всегда. Зеркала тоже самые простые. Но никогда не подумаешь, что BMW. Хотя, наверное, это тоже правильно. На первом мотоцикле зеркала – это расходник, а не спокойно живущая себе деталь. Вилка перевертыш. Все, серьезно. Амортизатор стандартный. Постойте. У мотоцикла есть еще пассажирское сидение и даже подножки для второго номера. А интересно, на него хотя бы второй номер вообще сесть сможет? Он его выдержит? Молодой человек, можно ваш? Ну что ж, велкам. Ой, 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 ой. Ну, что могу сказать? Держать-то он его держит. Но ехать я, наверное, так не рискну. А все почему? Потому что у малыша обкатка. Так что же такое обкатка? Это период, когда на новой технике детали мотора и коробки притираются друг к другу. И даже при современной высокой точности изготовления деталей, все равно там есть микронеровности, которые сглаживаются при правильной обкатке. Говорят, что ресурс мотора не обкатанного всего лишь 30% от обкатанного. Проверять не рискну, потому что явно здесь моторчик даже при идеальной обкатке не миллионник. Так как же это рекомендуется делать правильно? Ну, во-первых, не давать больших оборотов. Примерно половину от максимальных. Во-вторых, не ездить на слишком маленьких оборотах. Когда моторчик так старается, что вот-вот заглохнет. Соответственно, не ездить на высокой скорости. Ну, по оборотам и так, и так не получится. Еще интересный момент. Долго не держать моторчик на одних и тех же оборотах. Ну, простите, это же сложнее всего, что я вообще когда-либо делала на мотоциклах. Это же как нужно все это соблюсти в кучу. А самый интересный вопрос. Если моторчик для новичков, как все это будет делать тот самый новичок, который даже сцепление ровно отпустить не может? Или пора уже профессию новую объявлять? Обкатчик мотиков для новичков. Почему нет? И сейчас я буду пытаться эту профессию освоить. Сложно, господа. Нереально сложно. Держишься правее правого. Думаешь, как бы не помешать кому. Попутно думаешь, как не налажать с оборотами. Ни вверх, ни вниз. Тык-тык-тык-тык-тык. Вверх. О, шестая. Семьдесят. Едем. Лежачий. Тык-тык-тык-тык-тык. Вниз. Вторая. А то и первая. И по новой. А перестроение и повороты налево, так вообще полный атас. В первых впечатлений, коробка на четыре. Хотя, может, еще не разработанная, не прикатанная просто. Не знаю. Нейтралка ловится скорее со второй, чем с первой. Тормозит достаточно хорошо для своего тщедушного тельца и всего одного переднего тормозного диска. Хотя, задний тормоз при резком нажатии проваливается куда-то далеко вниз. Не знаю, конструктивно это так или только у меня, но вроде с торможением справляется на сто процентов. Рулится? Ну как тут рулиться с таким весом? Как велик, понятное дело. Но после больших мотоциклов к нему сложнее в этом плане приспособиться. Потому что поворачиваемость скорее избыточная и приходится привыкать совершать минимум движения. Но в пробках он король. Мелкий, юркий, легкий. Несмотря на довольно широкий руль, он так здорово идет в междуряде, что даже режим обкатки не мешает. Ух, намерзлась я сегодня на нем. В общем, что могу сказать. Для новичка самое то. Но уже обкатанный и подготовленный морально ко всем ошибкам неофита. Да и опытному пилоту будет приятно на нем передвигаться только после обкатки. Но, видимо, у каждого мотоциклиста должен быть хоть один лично обкатанный мод. Здорово тренирует терпение, выносливость, невозмутимость. Великий пофиг, если можно так выразиться. Ну, в общем, буду стараться, буду обкатывать. Если бы не зима на носу. Но будем надеяться, что продолжение все-таки следует. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok